Петрозаводска, я уважаю вывод жителей Петрозаводска, вы говорите, будем работать с Калиной Егоровной. Мои двери для нее всегда открыты, она это знает, мой телефон. На первой же неделе моего появления здесь в Калинин отдал всем руководителям муниципального образования сходного телефона, он в полный случай включен. Я всегда в позиции доступа, если какие-то вещи случаются, то я вмешиваюсь активно, иногда даже подсказываю, чем нужно заниматься муниципальным образованием. Сегодня мы готовы сотрудничать, я вам уже приводил цифры, за два года из скудного бюджета республики 900 миллионов было удано на ремонт дорог, это не единственный пример. Что касается сокращения или понижения стоимости проезда в троллейбусе, безусловно, это хороший гиполитический шаг, но это привело к усугублению финансового состояния этого предприятия, что сейчас уже сказывается, и этим сейчас совместно будем заниматься, как спасать это предприятие, поскольку там процедура внешнего наблюдения, ну а по сути, сигуретными шагами идем на конкурс. Поэтому этим тоже нужно будет заниматься, для того, чтобы спасти это предприятие и не оставить городоводство без транспортного сообщения, хотя, на мой взгляд, можно было бы пойти по другому пути, я это предлагал в свое время, не везде троллейбусы воспринимаются. Да, сегодня это большой коллектив, это есть одна страна медали, но сегодня можно, не привлекая бюджетные средства, провести корпусы, запустить перевозчиков в тех же стоимостных ценовых тарифных ставках, которые сегодня есть, не ухудшая финансовое положение нашего жителя, запустить комфортный маршрутный автобус, чтобы они работали. Задача власти обеспечить транспортное сообщение. Каким образом он будет сообщено, это уже было вопрос, лишь бы не было ухудшения. Поэтому работали, работаем, мы будем работать с той властью, которая сегодня избрана жителями города Петрозаводска. Что касается автопрома, у нас в семье есть Вольва, XC60 и XC5, наверное, когда-то была Нива, когда-то был Москвич, на чем я совершенствовался. Ну и могу вам задать вопрос, сколько запчастей в коробке передач москвича? Могу ответить, любознательно, 78. За полтора часа осуществлял вот этими руками демонтаж, ремонт коробки передачи, монтаж обратно. Потому что у москвича, как правило, летел первичный валик, летел подшипник на первичном валике, очень часто выходили строить сальники, поэтому этим приходилось заниматься. Вот поэтому, как бы, с отечественным автопромом, на примере москвича, не считая подвески, я должен был дважды перетряхивать подвеску, у меня сухари на пальцах и сами пальцы. Поэтому это все уже проведенный этап. Но сегодня была возможность для плетения другой машины. Там действительно ремонтом не нужно заниматься, за маслом смотреть не нужно, нужно наливать только солярку, для того, чтобы машина ездила. Но я на ней очень редко езжу. На работу иногда и пешком хожу, так есть служебная машина, без мигалки. 22 мая, когда я приехал в Петродовоз, первое, что я сделал, это снял мигалку с машины, которая возила предыдущего руководителя республики. Поэтому с вечера 22-го числа ни разу мигалки на машине не было и не будет сопровождения, если только делегации приезжают в беду, а так мы ездим тоже в общем потоке, не нарушая правила дорожного движения, дабы быть такими, как все, в рамках того законодательного поля, которое сегодня существует. Блогер председатель.